Дорогие друзья, сегодня я хочу поговорить с вами, поделиться со своей посадкой такого растения, как красула. Красула это африканское растение, в природных условиях вырастает до 3 метров, но в домашних условиях где-то может быть 1,5 метра и формирует очень красивый ствол. Вот у меня такое растение красула, по-другому называется денежное дерево или толстянка. С перевода переводится слово красула как толстое, и поэтому название у этого растения тоже может быть толстянкой. Но много названий, красула, толстянка, денежное дерево, каждый по-своему называет это растение. Вот этот черенок я держала в воде где-то, наверное, 2 недели. Вот черенок дал корни, и я решила уже произвести посадку. Посадка вот в такой горшочек. На дно горшка слой дренажа обязателен. Субстрат я взяла для суккулентов и добавила немножко перлита. Субстрат я уже смочила, и поэтому можно сразу же произвести посадку и не поливать. Ну, давайте произведем посадку. Корни вот такие, не очень большие, но корни есть. Делаем небольшое углубление и помещаем красулу или толстянку, немножко утрамбовываем. Так, и все. Для выращивания красула температура зимой должна быть где-то 10-15 градусов, но такой температуры быть не может в домашних условиях. Она красула и домашнюю температуру комнатную хорошо растет и при комнатной температуре. Ну, конечно, если 10-15 градусов, то это было бы лучше для нее. Красула также цветет. Цветки такие у красула мелкие, невзрачные, но цветет только при хороших условиях выращивания. И очень редко. Вот одно растение посадили. Бывает красула очень многих видов, около 500 видов существует. Вот, я думаю, у меня еще другой черенок. Это, я думаю, тоже красула. Отличительная черта у красула, то, что у них листья расположены супротивно, а другая пара листьев сверху тоже супротивные, и они образуют крестик. Крестообразное расположение. Но эта красула отличается и по свету, если это красула. Может, я ошибаюсь в названии. Листочки сердцевидной формы, немножко бархатистые, светло-серый оттенок есть, и обратная сторона листочков, такая немножко вот бордовая. Это, этот черенок у меня стоял в воде где-то дня два, корня пока нет. Я посажу вот в такой стаканчик, чтобы можно было наблюдать за корнеобразованием. Субстрат тоже уже увлажненный, делаю углубление небольшое, и это растение туда помещаю. Тоже вот трамвовое немножко, чтобы красула хорошо стояла. И все. Вот, тоже посадка произведена. Ну, вот, наверное, эту красулу я поставлю в тепличку, скорее всего, пока она не примется. Ну, еще вот у меня одна красула. Посадку я проводила где-то недели две назад, наверное. Она уже была тоже с корнем. Черенок был с корнем. Субстрат тоже взяла для кактусов. Смешалась с перлитом. И она вроде у меня уже прижилась. Вот. Ну, окрашивали пока все. Вчера еще проводила посадку бегони. Вот в такой контейнер. Сажала бегонию Нью Стар. Многоцветковую клубневую тоже. И бегонию клубневую нон-стоп Дип Рос. Ну, семена я получала, заказывала на сайте белого производителей, или там не производители, а поставщики. поставщики обязывают, что схожесть у них там, у этих семян должна быть очень хорошей. Но посмотрим, как зайдут семена. Бегонию, когда сажаешь семенами, то присыпать не надо. Семена очень маленькие. Просто располагаешь на поверхности субстрата и создаешь тепличные условия. Я поставила теплое место под фитолампу. Ну, и еще вот бегония я сажала. Это где-то 4 ноября. Бегонию вечно светущую с карлет красного цвета. Но было 5 семян. И из 5 семян у меня взошла только одна семечка. Если вот видите, то вот здесь. Если, конечно, видно будет, то вот здесь. прямо возле стенки. Нет, ничего не видно. Но как подрастет немножко, если, конечно, не погибнет рассада, то я потом покажу. Ну, на сегодня у меня все. Всем самого хорошего, доброго. До свидания. До следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok